Вот он, Барни, убегал-убегал. Ну, догнали его вместе с Николаем. Догнали, вернули. Николай Леонов и Барни все-таки в нашей студии. Доброе утро. Доброе утро. Сегодня у нас сейчас мороз, зима, и тема как раз очень актуальная. Сейчас баночки полетят. Барни, что такое? Может, мы туда переместимся, а то Барни очень сегодня активен. Барни мощный. Да, и мы поговорим сегодня про лапы, потому что лапы очень сильно страдают. Этот Барни, как раз я взял на руки, для того, чтобы хорошо показать, что может быть с лапами в зимний период. Особенно вот если порода такая активная, как бигль. Потому что, конечно, ему нужно гулять по часу утром, час вечером. Это очень важно, потому что ему нужно куда-то тратить свою энергию, иначе он будет тратить ее дома. И мучить всех этим. Конечно, не все собаки любят обувь. Можно это есть? Да нет, есть-то нельзя, но это безопасно. Мне кажется, Барни убежит. Давайте мы погуляем вместе с ним по студии. Он очень просится. Давайте мы его пристегнем. Да, да, да. Барни, привет. Если бы мы собаке надеваем ботинки, то это идеальная история зимой для того, чтобы лапы были защищены. Но как раз и весной, и осенью мне бы хотелось, чтобы собаки ходили в обуви, потому что весной как раз тает все. Я была уверена всегда, что это блажь хозяина, когда видела собаку в обуви. Действительно она нужна и функциональна? Это очень функционально, потому что мы за последнюю неделю я принял, наверное, 10 или 15 собак с трещинами на лапах. И эта тема как раз и родилась. Вот. Что мы делаем перед прогулкой? Перед прогулкой я... Барни образцовый показатель для лап, да? Да. Он, кстати, дрессированный пёс у нас. Да, он имеет какие-то команды? Барни, сидеть. Вот. Что мы перед прогулкой делаем? Мы берем воск. Воск для лап – это такой, как жирный крем. А он должен быть специализированный? Не просто там аптечная какая-то история, а что-то и ветеринар. Да, прямо вот. Воск для лап. Воск для лап, отлично. Марок бывает много. В принципе, это достаточно недорогой продукт. Там в сегменте 200-300 рублей. Ну, кстати, очень приятно. Натуральненько тут пахнет. Да, пахнет обычный натуральный воск. Ничего такого нового. Мы берем собаку, да, и все очень просто. Возможно, мы ее догоним. Догоним. Мы с ней сидим здесь. Ну, на самом деле, все очень просто. Давайте мы его поставим, попробуем. А пойдемте вот сюда вместе с ним, потому что не хочется ограничивать барни. Пойдемте. Передвижение. Иди к нам. Барни. Вот, очень просто это делается. Берем лапку. Прям в банку? Прям в банку. А он уже приучен. Он раз подает прям лапку. Ставим. И потом можно гипсом залить. Гипсом не надо, но вот так вот прямо хорошо-хорошо мы помажем. Вот у него, кстати, есть участок, где есть трещина. Вот видите? Мы довольно жирно так наносим, прям плотным слоем. Да, наносим жирно, потому что все-таки должна лапа полностью у нас быть защищена. Потому что собака же контактирует полностью со снегом, с льдом, или иногда даже соль у нас есть на тротуарах. А вот, кстати, можно перебью, ранка была, и вы прям все равно нанесли. Не щипет ничего. Там, смотрите, там не рана, там не слущенные петели, которые пластами находятся, и там трещина. Это как у тебя руки сохнут? Да, там раны как таковой нет. Да, это больно, и там будет воспаление дальше, и эта трещина будет прогрессировать. И нам как раз нужно смягчить и отшелушить эту кожу лишнюю, чтобы ее там вообще не было. Мы не можем ее срезать, это болезненно для собаки. А вот смягчить, и потом постепенно, постепенно она отойдет. Я очень часто еще... Вторая баночка у нас есть. Да, это крем. В белом крем. Крем, но крем – это история все-таки больше летняя. Летняя или весенняя, потому что здесь все-таки есть вода, и увлажняющее действие хоть и будет, но оно не будет такое выражено. Я чаще всего зимой после прогулки советую использовать масло. Масло можно использовать оливковое. Обычно после прогулки. После, да. Можно использовать масло кокосовое, особенно если на носике мы тоже видим зону гиперкератонии. Носик у тебя. Ну, носик у него идеальный, ему всего один год там с чем-то. Поэтому это не его история. Это с возрастом, да? Три-пять лет собаке, ну, такие наросты очень часто происходят. И вот как раз как можно обработать? Мы можем взять масло, собака его может слезать, ничего страшного в этом нет, но оно хорошо и быстро впитывается. А как часто нужно масло наносить? Это раз в день или? Ну, два-три раза в неделю. В неделю? С лапками, да, зимой мы, конечно, после мороза, вот сейчас пришли, воск, понятное дело, он исчезнет сейчас с лап, он походит и все. Сейчас наполирует нам пол. Да, останется тоненькая пленочка, которая не позволит собаке заморозить лапы, это раз. И, во-вторых, пересушить их не позволит. Домой пришли, нанесли кокосовое масло и оливковое, и трещин не будет, кожа смягчится, она будет очень мягкая. За неделю этого можно достичь идеально. Но это мы говорим именно о ситуации лед, холод, снег. А есть ли еще добавляются какие-то реагенты, которые встречают в горожане? Вот, как раз весна, когда у нас тает снег, или осень, когда дожди, и когда, да, есть куча реагентов, и здесь как раз воск, почему мы с него и начали, играет важную роль. Он не дает контактировать коже напрямую. Пленочка, которая не промокает, с которой скатываются все реагенты. Даже если собака потом домой пришла, и у вас собака, есть спаниэли, есть лабрадоры, которые могут лапы облизывать часто, да, аллергичные породы, то никаких проблем не будет. Потому что это натуральный состав, он очень быстро впитается, и через полчаса там уже ничего не будет. Ну а если вдруг мы превентивные меры уже пропустили, и видим, что что-то либо беспокоит собаку, либо покраснели, шелушение, дальше можно самостоятельно с этим справиться какими-то мазючками? Или надо уже идти к специалисту? Да, надо идти уже к ветеринарному дерматологу, потому что нужно уже смотреть, как глубока эта трещина, как что-то еще использовать. Возможно, какая-то обработка требуется. Но ни в коем случае я бы не использовал мазера на заживляющие, потому что они создают заживление сверху, а внутри остается инфекция. И потом это придет к ассессу, нарост там каким-то. Тут случай, когда самолечение может нагубить. Да, да. То есть здесь нужно смягчать, отшелушивать, и это не должно собаке как-то мешать. Собака должна быть активной точно так же. Да, как Барни. Да, Барни активен. Это уже круги мы с ним намотали по студии туда-сюда, туда-сюда. Вот как раз это актуально в морозе. А ложка не скользит в него? Нет, конечно, не скользит. Он, наоборот, дает сцепление, потому что лапа не влажная. И, конечно, идеально приучить свою собаку использовать ботинки, особенно если весной это резиновая подошва, если зимой, то какой-то протектор, потому что собака должна устойчиво чувствовать себя на льду, на снегу, потому что если неустойчивые какие-то ботинки, собака может упадать и отказываться ходить. И такой совет, если вы хотите приучить собаку надевать ботинки, то обязательно... Сами подавайте пример. Сами подавайте. Надевайте тоже ботинки. Да, да. Когда вы одели ботинки, нельзя смеяться. Походка очень смешная. Собака падает, заваливается. Да, они очень реагируют на реакцию. А если владельцы начинают смеяться, собака не будет носить эти ботинки, потому что будет бояться. В тикток собака как-то обидится на тебя. В тикток можно снимать. Не будет, права. В общем, не будьте, как я, не думайте, что обувь на собаках это какая-то блажь. Слушайте специалисты и делайте выводы о том, что действительно собакам нужна обувь и собачьим ножкам, лапкам нужен уход. Спасибо большое, Николай Олегонов. Спасибо вам. Возвращаем. Возвращаем барни. Пока, барни. Приходи еще. Будем рады. А эфир продолжается. Субтитры создавал DimaTorzok